Из Нью-Йорка сегодня пришло печальное известие. Не стало знаменитого советского скульптора Эрнста Неизвестного. Мастер с неповторимым стилем, никогда не изменявший своим принципам ни в жизни, ни в творчестве. В эпоху 60-х он не был понят и принят властями. Сейчас его работы выставляются в известных музеях мира. Автор монументов Древа Жизни, маска скорби и неизменного символа высшей телевизионной награды премии Тэфи Орфея, олицетворяющего идею служения истине. Мастерская в Нью-Йорке. Все как было при жизни мастера. Эти фигурки он когда-то расставил сам, но хозяин больше не вернется. С ним столько раз прощались. Казалось, навсегда. Но он возвращался, возрождался и на вопрос, что вас спасало, отвечал. Моя наглость верует, что мной руководят высшие силы. В 45-м родным пришла похоронка. Ваш сын геройски погиб. Орден Красной Звезды присужден посмертно. А он очнулся в морге и, несмотря на ранения в позвоночник, смог и ходить, и работать. В 62-м выставка в Манеже должна была поставить крест на творчестве. Гнев Никиту Хрущева обрушился на него лично. Свою фабрику уродов пытался защитить перед забравшимися скульптор Эрнст Неизвестный. Он имел смелость возразить генсеку. Вы не разбираетесь в искусстве. Ваши информаторы обманывают вас. Молодой скульптор был единственным, кто ответил. Эрнст Неизвестный верил в свой талант и не отступил. То, что он нес, хамский язык, черт с ним. Не в этом дело, а просто чушь нес. Но он нес ее с такой внутренней убежденностью и так открыто, что было даже стыдно слушать. А через 9 лет никому-нибудь, а именно ему закажут надгробный памятник Хрущеву. Так пожелают родные. Черно-белая глыба, беспристрастный взгляд на личность и эпоху. Если бы меня спросили, встречал я гениальных людей или нет, я бы сказал, что да, встречал Эрнст. Художник Волович дружил с неизвестным. Они оба выросли в Екатеринбурге, где создан музей знаменитого скульптора. Здесь замер его орфей, главный символ телевизионной премии ТЭФИ. Здесь то, за что полвека ругали, а затем превозносили. Он работал неистово совершенно. И я приходил к нему в мастерскую и на Сретенке в небольшую, и уже в большую мастерскую на проспекте Мира. И всегда поражался. У меня было ощущение, что там работает огромная бригада скульпторов. Он был далек от соцреализма и всего, что в СССР называли искусством для народа. Но как скульптор-монументалист зависел от госзаказов. За всю жизнь он получил их только пять. В их числе декоративный рельеф в пионерском лагере Артек, фасад здания ЦК Компартии Туркмении в Ашхабаде, монумент дружбы народов для Асуанской плотины в Египте. Его скульптуры были никому не нужны. 25 лет я был выброшен, в принципе, из профессиональной работы художника. Я работал кем угодно, и литейщиком, и каменщиком, и даже погрузчиком соли на Трифминском вокзале. Его часто спрашивали потом, не слишком ли дорого обходилась ему его творческая независимость. Я боялся не кары за свою неуступчивость, а я боялся своей внутренней оценки самого себя. Потому что если бы я перестал себя уважать, я бы не мог продолжать жить. Последней каплей стал варварский разгром его мастерской. Он вернулся домой, а там только груда осколков. Почти все, что было создано за десятилетия, разбито, уничтожено. Я сам не хотел уезжать. Но если тело ломает ребра, работы, переносицу и пальцы, то ты бежишь. Это естественно. Я же не бог. Я всего только животное, только в человеческом облике. Сначала Швейцария, потом Америка. Его карьера в изгнании сложилась удачнее всех шестидесятников, покинувших страну. Работа неизвестного хранятся в Лувре, Прадо, в Ватикане. Близким в Россию он писал, если бы моя родина была бы ко мне чуть поласковее. Я себя ощущаю русским скульптором в Америке. После перестройки он еще успел многое сделать для России. Создал композицию «Древо жизни» в Москве, памятник погибшим шахтерам в Кузбассе. В Магадане воздвиг маску скорби. Грандиозный монумент памяти жертв сталинских репрессий. Эрнш неизвестный очень чутко слышал свое время, причем во всех его противоречиях. И в том числе в тех драматических, а порой трагических противоречиях, которые существовали в нашей стране. Он даже в Манеж вернулся с триумфом. Персональная юбилейная выставка. Кстати, во всех его биографиях есть неточность. Уходя добровольцем на фронт, он приписал себе год. Получается, будто прожил 91, а не 90. Но это уже не важно. Я помереть могу сам, без разрешения. Мы убежден, что если тело тленное, то дух вечер. И обращаю ваше внимание, в программе Первого канала произошли изменения. В 0.40 после олимпийского выпуска в эфир выйдет документальный фильм памяти выдающегося скульптора. Эрнст Неизвестный. Я доверяю своему безумию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова